Давайте попробуем рассмотреть несколько примеров и понять на интуитивном уровне, что такое векторное произведение. В прошлом видео мы с вами умножили вектор А на вектор Б. А что получится, если мы умножим вектор Б на вектор А? Итак, здесь у меня на рисунке изображено произведение А на Б. Здесь, как вы помните, я использовал правило правой руки, чтобы определить направление вектора А умножить на Б. И мы вычислили, что длина итогового вектора получилась равной 25. А единичный вектор Н, отвечающий за направление, указывает вниз. Или на этом рисунке по направлению от вас на экран. Теперь давайте умножим Б на А, то есть поменяем порядок множителей. Итак, Б умножить на А. Длина итогового вектора останется точно такой же. Я умножу длину вектора Б на длину вектора А на синус угла между ними. В нашем случае он равен π на 6 радиан. И все это умножается на единичный вектор Н. Первая часть останется точно такой же. При умножении скалярных величин порядок не имеет значения. Длина произведения по-прежнему останется равной 25 единицам. И 25 умножается на некий единичный вектор Н. И этот вектор Н по-прежнему должен быть перпендикулярен векторам А и Б. Осталось только узнать, в какую сторону он направлен. От вас на экран или из экрана на вас. Для этого мы снова воспользуемся правилом правой руки. В этот раз указательный палец будет направлен вдоль вектора Б. А средний палец будет направлен вдоль вектора А. Тогда большой палец будет указывать направление векторного произведения. Вот здесь большой палец образует прямой угол. В этом примере мы умножаем Б на А, поэтому средний палец направлен вдоль вектора А, указательный вдоль вектора Б. Указательный палец всегда направлен вдоль первого множителя, а средний вдоль второго. И тогда большой палец укажет направление векторного произведения. В этом случае вектор произведения направлен вверх. Или, если вернуться к изначальному рисунку на плоскости, вектор произведения будет направлен из экрана прямо на вас. Теперь здесь же будет кружок с точечкой. А на этом рисунке вниз направлен вектор а умножить на b. Тогда вектор b умножить на а будет иметь точно такую же длину, но строго в противоположное направление. Именно поэтому мы используем правило правой руки. Мы знаем, что итоговый вектор направлен либо строго на нас, либо строго от нас. Но благодаря именно этому правилу мы можем узнать, в какую же сторону направлен вектор произведения. Теперь давайте попробуем разобраться с векторным произведением на интуитивном уровне. Честно говоря, векторное произведение используется достаточно широко, но, к сожалению, далеко не все области его применения можно наглядно представить. Как представить электроны, летящие сквозь магнитное поле? Или магнитное поле, проходящее через катушку индуктивности? Если бы мы с вами были металлическими опилками и жили бы в условиях окружающих нас сильных магнитных полей, тогда, возможно, мы бы сумели легко и наглядно представить смысл и значение векторного произведения. Но в нашем мире достаточно трудно интуитивно представить векторное произведение так же хорошо, как мы, например, представляем падающие предметы, или силу трения, или даже динамику жидкостей, потому что мы все хорошо знакомы с водой. Но давайте все-таки попробуем. И для начала подумаем, что означает вот этот синус угла θ. Почему просто не перемножить длины векторов и не определить направление? Зачем здесь стоит синус θ? Давайте я снова нарисую два вектора. Это пусть будет вектор А, а это вектор B. Скалярные множители можно перегруппировать и рассматривать это произведение как А синус θ на Б или как Б синус θ на А. Это просто числа. От перестановки числовых множителей их произведение не меняется. Можно перегруппировать их вот так. А синус θ умножить на Б. И на единичный вектор Н. Или длины векторов А и Б можно поменять местами. Давайте теперь подумаем, что такое А синус θ. Вот у нас угол θ. Что такое А синус θ? Синус – это отношение противолежащего катета к гипотенузию, верно? Давайте я построю на этом чертеже прямоугольный треугольник. Опущу из конца вектора А перпендикулярно вектор Б. Это значит, что вот этот угол у меня прямой. Этот катет получился противолежащим углу θ. Синус угла θ – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. Гипотенуза у нас – это длина вектора А. А значит, синус θ – это длина вот этого противолежащего катета, деленная на длину вектора А. То есть получается, что длина вектора А, умноженная на синус угла θ, это просто-напросто длина вот этого перпендикуляра. При работе с векторами, неважно, с какой точки они начинаются, важны лишь их направление и длина, поэтому векторы можно параллельно перемещать на плоскости, как нам будет угодно. А значит, вот этот вектор, образующий противолежащий катет, можно переместить вот сюда. Это будет ровно тот же вектор. Таким образом, получается, что это вертикальная составляющая вектора А. Мы с вами часто раскладывали векторы на вертикальные и горизонтальные составляющие. Например, можно взять вектор А и разложить его на составляющую параллельную вектору B и составляющую перпендикулярную вектору B. Таким образом, а sin θ – это длина, составляющая вектора А, перпендикулярной вектору b. А значит, когда мы перемножаем два вектора, нас не столько волнует длина всего вектора А. Нас скорее волнует длина, составляющая вектора А, перпендикулярной вектору b. Именно это число будет умножаться на вектор b для вычисления длины вектора произведения. Я еще покажу вам несколько примеров практического применения. Векторное произведение используется для расчета крутящего момента. Оно очень много используется в задачах с магнитными полями. Но в любом случае мы увидим, что в первую очередь нас интересует та составляющая вектора, которая перпендикулярна силе или радиусу, в зависимости от задачи. А зачем здесь стоит sin θ? Чтобы рассматривать составляющую вектора А перпендикулярную вектору b. Или можно рассматривать эту запись наоборот, как а умножить на b sin θ? Скобки можно поставить вот здесь. Тогда b sin θ – это составляющая вектора b, перпендикулярная вектору А. Давайте я начерчу и этот случай для лучшего понимания. Это вектор А. Это вектор b. У вектора b есть составляющая, перпендикулярная вектору А. И дальше мы снова можем вспомнить определение синуса и убедиться, что длина этого вектора равна b на sin θ. Но зачем здесь sin θ? Мы не просто перемножаем длины векторов. Мы перемножаем их составляющие, перпендикулярные друг другу. И в итоге получаем третий вектор, перпендикулярный им обоим. Но математики, которые придумали векторное произведение, поняли, что все равно остается неоднозначность, поскольку есть два вектора, перпендикулярных первоначальным двум. Один направлен к нам, другой от нас. И поэтому они придумали правила правой руки. Начнем с того, что расставим пальцы правой руки так, как будто мы стреляем из пистолета, и таким образом определим, в какую сторону направлен итоговый вектор. Итак, надеюсь, я вас не слишком запутал. Не пропустите следующее видео, где я перейду уже непосредственно к физике, к электричеству, к магнетизму и так далее. И покажу на примерах, где и как применяется векторное произведение. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.